Привет, друзья! Голландия и Австралия обвинила Россию в том, что они сбили малайзийский Боинг и представила очередные доказательства. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Они как-то странно ведут это расследование уже сколько? Четыре года, да? И что-то подкидывают, подкидывают. Это при том, что никто не видел черных ящиков. Вообще, в принципе, и этих спутников. Американцы спутники свои не дают. Хотя вот когда в Египте упал самолет, сразу через несколько часов снимки со спутника, все дела, все показали. А эти показывают в очередных доказательствах. Они представляют два видеоролика, на которых собрано доказательство. Собрано доказательство из открытых источников, из интернета. То есть они насобирали каких-то там видео. Вообще, в принципе, как бы это странно. Впервые такое вижу. Обычно, что самое главное, там черные ящики, радары. Вот, ну, украинцы, украинская почему-то не дали свои радары, показания радаров. Российские они не принимают, американцы не дают там эти спутники. Короче, очень странно. Ну, а сам этот ролик, они, в общем, как бы, типа, что типа это российский Бук, он приехал с Курска. И типа это, как бы, на чем это они основывают? На основе того, что в сети есть кадры, как едет колонна с этим, ну, едет колонна с Буками. Почему они решили, что она едет в Донецк, ну, вообще на Украину и из России, я не могу понять. Они вот показывают, что типа мы сопоставили, как бы, типа, ну, там, с видеорегистраторов, ну, то, что в сети они нашли, какие-то эти там фото и видео. Короче, с гуглом сопоставили, и они решили, что проследили, типа, установили такой, как бы, типа, путь, как бы. Почему я, как бы, не видел ни дат на этих, как-то, на видео. Как они это проследили, и почему они, вот они показывают. Это вы показываете доказательства. Какие-то рекламные щиты и дорожные знаки. Так если вы, ну, показываете, что он прошел по таким-то населенным пунктам, там, так показали бы характерные какие-то, что, да, это вот, там, они прошли, там, там, по такой-то деревне, по такому, вот, приехали в такой-то город. А то, где-то, что-то, короче, вообще, как бы. И они вот анализировали, что откуда-то с Курска, там, ехал эти буки, там, что именно это они туда попали. А что они проанализировали украинские буки, мне непонятно. Хотя там всем известно, что там были в это время буки, и были там интервью, там, там, ну, пацан, мужик, на то время, 23 года ему было, служил на буке, которые СБУ тогда рассказывали, что, типа, это, этот, что это российский бук, а потом, казалось, потом, ну, пацан доволкировал, что я служил на этом буке. То есть в то время тогда были там буки украинские, как говорят, как говорят, вот, ну, в России говорят, что. После того, как сбили этот, как-то, вот, Боинг, куда-то они свалили, короче. Почему вы не проанализировали, ну, украинские буки, они что же там были? Ну, как-то, ну, куча было разоблачений по поводу того, что сразу там были вбросы олота, типа, из России, там, буки, там, туда-сюда. По поводу, были тоже разоблачения украинских СМИ, что они до того, то есть, очень оперативно, еще не появилось официальных каких-то заявлений, а СМИ уже начали транслировать, что, типа, уже сбили Боинг. И они там привязались к одному буку, что, типа, как бы, типа, этот Бук, он сбил. Почему они решили, что этот Бук сбил, и они, как бы, его там все время роняют? И почему он, почему он, чего они взяли, что он был, ну, в Донецке? Там доказательств того, что он был на территории Украины, как бы, они не предоставляют. Причем показывают сначала, что везет, ну, что идет колонна, ну, как обычно, там, ну, везут эти буки, там, все, военная техника, там, туда-туда-туда. И потом они показывают, что какой-то Вольво, и вот этот Бук, который сбил, почему этот Бук сбил? На нем же написано, Бук, который сбил Боинг, что ли? Я не понимаю. Это этот, 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 этот Бук, который сбил Боинг, и почему-то на Вольво, какой-то Вольво везет этот, ну, Бук какой-то куда-то. Короче, и они там разгоняют, ну, они там вообще разгоняют по каким-то там мелким деталям, что это вот этот Бук, это этот Бук, а что этот Бук? Ну, в общем, короче, муля какая-то вообще. Ну, и там еще, еще один ролик там по поводу, что они нашли там, почему они раньше не показывали, или они, может, показывали, что типа нашли остатки от этого, от ракеты, ну, и там серийный номер, там, пятый, десятый. И они почему-то четыре года елозят, юзают, и не могут понять, что обозначают эти цифры, короче, ну, как это можно, я не знаю. На кого это рассчитано вообще? Они там дошли, что это восемьдесят шестого года выпуск, но они не все понимают, не все знают, типа, типа, ну, короче, а что вы тогда это доказываете? Восемьдесят шестого года выпуска, короче, это ракета, но это тоже как бы, то ли они, блин, такие просто лопухи, вообще, что как бы, ну, не соображают, то ли что. Ну, в общем, ну, в смысле того, что старая ракета в России вроде как, как говорят, я не думаю, что они там, что у них таких, ну, таких ракет просто нет. Уже пятнадцать лет, как они, ну, не используются, ну, там, утилизированы. Ну, в общем, вот так вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok